Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. За Севастьянова. 9 тысяч человек проголосовало за присвоение сочинскому аэропорту имени летчика-космонавта. Итоги конкурса озвучат 5 декабря. Голосование продолжается. Ближе к Сочи. Дополнительные поезда смогут перевести в новогодние праздники более 55 тысяч пассажиров. Праздник к нам приходит. В этом году концепция новогоднего оформления Сочи разработана в классическом стиле. Опыт местные специалисты перенимали у столичных дизайнеров. Шпаги к бою. В Сочи стартовал открытый городской турнир по фехтованию, посвященный Новому году. Соревнования собрали 400 спортсменов. Подразделение по миграционной политике появится в администрации Краснодарского края. Такое поручение сегодня на заседании регионального совета безопасности дал губернатор. Вениамин Кондратьев рассказал, что новая структура будет обеспечивать межведомственное взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией. Эта тема стала главной на совещании. О том, как выстроена система работы с иностранными гражданами сейчас и что появится нового, расскажут наши краснодарские коллеги. Эти ворота можно назвать прощальными. Именно отсюда, из центра временного содержания иностранных граждан, выдворяют и депортируют нелегальных мигрантов. Сейчас здесь 198 человек. На территории России они находятся незаконно. Подобный комплекс в Гулькевичском районе единственный во всем Краснодарском крае. Сюда также привозят нарушители из Адыгеи и Крыма. Иностранные граждане содержатся в центре в пределах двух-трех месяцев, как правило. Зависит это от необходимости изготовления для них документов, позволяющих пересечь государственную границу. С начала года в Краснодарском крае выявили свыше 20,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. Нелегалы чаще всего работают на стройках и в сельском хозяйстве. Тема стала главной на заседании регионального совета безопасности, который провел губернатор. Венимин Кондратьев заострил внимание на том, что борьба с незаконными мигрантами начинаться должна с их работодателей. Нужно жестко действовать и пресекать нахождение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать, потому что не тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь источник проблемы. Но если мы их в первую очередь жестко накажем, жестко, тогда я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Проблема в первую очередь в работодателям, которые предоставляют работу нелегальным мигрантам и тех, кто за ними стоит. Чтобы устранить одну из причин появления нелегальных мигрантов, это в первую очередь рабочие места для них, Вениамин Кондратьев дал поручение лишать региональной поддержки тех фермеров, которые незаконно устраивают к себе таких сотрудников. Кроме этого, в администрации края появится новая структура, занимающаяся миграционной политикой. В ее обязанности в том числе будет входить обеспечение взаимодействия между всеми профильными ведомствами. Миграционная политика должна все-таки быть политикой. И не отдаваться на откуп ни одному из органов. А в совокупности мы должны вместе эту миграционную политику сегодня выработать. И она должна быть понятной и прозрачной. Я соглашусь с тем, что сегодня ведущие страны мира тоже привлекают мигрантов. И в Россию исторически приезжали иностранцы для работы. Но надо и понимать, что кто приезжал. Приезжали на самом деле ученые, архитекторы, конструкторы. А давайте посмотрим, кто к нам едет. В этом-то и вопрос. И что они у нас будут делать? Этому должна быть, безусловно, структура в органах власти исполнительной, которая будет все это аккумулировать, понимать и готовить предложения. Каким образом нам сегодня реализовать в крае миграционную политику? Незаконная миграция не только удар по экономике региона. Ведь доходы от теневой деятельности могут достигать сотни миллионов рублей. Но и вопросы безопасности. С начала года зафиксировано свыше тысячи преступлений с участием иностранных граждан. И самое тревожное здесь, что граница между добропорядочным человеком и нелегалом может легко стереться. Вчера, когда заехал, значит, он по документам, с патентом, работы. Прошло время, документы все закончились, и он стал уже нелегальным мигрантом. И никто его не ищет. И сколько их у нас в крае, сегодня очень сложно сказать. И орган прокуратуры, я вам скажу, тоже более тысячи нарушений в действиях только должностных лиц было выявлено по данному направлению. Серьезного регулирования требует и рынок труда в Краснодарском крае. На сегодняшний день в регионе легально работают больше 70 тысяч иностранцев. При этом половина из них по выданным трудовым патентам. Но насколько в таком объеме зарубежных рабочих рук есть реальная потребность, тоже вопрос грамотной миграционной политики. Венимин Кондратьев уверен, необходим детальный анализ ситуации. Приоритет за вакантными местами должен оставаться у местных жителей. Прежде чем выдавать патенты или, допустим, квоты просить, давайте поймем, какая нуждаемость сегодня в рабочих местах или просто в вакансиях жителей края. Это приоритет. И если на самом деле жители края не нуждаются в вакансиях, они туда устроены, безработица равна нулю, тогда, пожалуйста, пусть мигранты приезжают и заполняют те ниши, которые не заполняются. Валерий Сергеевич, мне нужна стратегия. Вот стратегия с конкретным алгоритмом движения в области контроля на основании миграционного законодательства. Поэтому давайте подойдем еще раз взвешенно. Давайте подойдем с пониманием ответственности личной за то, кого мы пускаем в край. Еще раз подчеркиваю, нелегальных быть вообще не может, а легальных должны быть на учете. Усилить контроль над каналами нелегальной миграции на территории Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил и руководство Главного управления внутренних дел по региону. За год количество проверок в ведомстве снизилось почти на треть. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года одобрена в первом чтении. Сегодня этот проект народные избранники обсуждали на 15-й сессии Законодательного собрания края. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, в ближайшие 10 лет рост экономики должен увеличиваться каждый год на 4%. Также планируют, что в регионе объем промышленного производства вырастет в два раза. Как отметил глава края, следуя стратегии развития, на Кубани смогут выполнить и майский указ президента улучшить качество жизни людей. Мы должны любые изменения в бюджет делать, исходя из стратегии, а не шарахаться из стороны в сторону. А дальше мы вместе с вами будем вырабатывать тактику. Стратегия развивает регион на 7 экономических зон, то есть и на самые приоритеты. И нет смысла заниматься, грубо говоря, сельским хозяйством в Армавире, если там нет условий для него, тогда эта зона промышленная, и мы максимально господдержку направляем как промышленной зоне, коллеги, безусловно. Не то, что амбициозные стоят задачи, а необходимые для того, чтобы Кубани сохранила свой экономический рост и благополучие, повышение уровня жизни человека, жителя нашего края, его здоровья, качество лечения, рождаемость, качество образования, оказание каких-либо услуг. Коллеги, все это правильно. Но за всем этим стоят деньги. Экономика стоит, экономика. Мы должны не снижать темпы экономического роста, а их наращивать. Стратегия – это экономическая конституция нашего края, нашего региона. И будем жить по этой экономической конституции. А по-другому невозможно консолидироваться, объединиться и двигаться вперед. На сегодняшней сессии в первом чтении приняли и главный финансовый документ края – бюджет региона. В 2019 году он будет не меньше 272 миллиардов рублей. Депутаты одобрили и предложение, которое внес губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев заявил, что основная часть денег, как и прежде, будет направлена на социальную сферу. На это выделят почти 70% средств из краевой казны. Продолжаем. В Сочи прошло ежегодное заседание рабочей группы СМИ в рамках политического форума «Петербургский диалог». Его участники, представители России и Германии, обсудили острую тему – Европа-Россия, будет ли холодная война. В знаменательный для курорта день состоялся «Петербургский диалог» – форум гражданских обществ России и Германии, созданный в 2001 году по инициативе президента Российской Федерации и федерального канцлера ФРГ. С тех пор встреча поочередно проходит в двух странах. На этот раз она состоялась в Сочи, которая по праву считается не только курортом, но и площадкой для крупных международных событий. Это очень приятно, что в День города у нас такое международное событие, очень важно. Мы еще раз подтверждаем, что мы сезонный международный курорт, который работает круглый год. Ежегодно в петербургском диалоге принимают участие политики, ученые, деятели культуры и, конечно, представители СМИ. Главная цель встречи – углубление взаимопонимания между Германией и Россией и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества во всех сферах общества. По традиции российскую делегацию на форуме возглавляет Виталий Игнатенко. Рабочая группа имеет такую стратегическую задачу на многие годы. Мы уже собираемся, 10-й год. Это определить работу средств массовой информации для того, чтобы мы были понятны для германского зрителя и читателя. И российский зритель поднимал позицию германских средств массовой информации. Мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы не было никаких информационных войн между нашими странами. Во время дискуссии не раз поднимались актуальные и острые вопросы. Каждая из сторон высказывала свое мнение в отношении главной темы – Россия и Европа, будет ли холодная война. Одни уверены, что она в медиаполе уже в полном разгаре, другие считают, что только набирает обороты. Сошлись, пожалуй, только в том, что ситуация требует скорейшего решения, ведь от взаимных обвинений в СМИ страны вполне могут перейти к активным действиям. Представитель Германии напомнил, к чему могут привести такие события и даже вспомнил события из истории. В Германии в 50-е годы, должен вам сказать, люди настолько сильно боялись Россию, что вы даже не можете себе это представить. Страх был настолько силен, что европейские политики стремились выстроить европейское объединение для обороны. Впрочем, в процессе обсуждения проблем все же получилось найти фактор, который способен все изменить. По словам участников форума, единственным путем укрепления политических взаимоотношений могло бы стать развитие экономического сотрудничества. Тем более, что основа есть, несмотря на политические споры, количество сделок между российским и немецким бизнесом ежегодно только растет. К слову о проведении международной встречи у нас на курорте. Теплое сотрудничество двух стран прослеживается и через дружбу двух городов-побратимов Сочи и Баден-Бадена. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 29 ноября в Сочи облачно, дождь, температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 13-15 градусов выше нуля. Стильные аксессуары в салоне-магазине «Куранты», брендовые часы «Швейцария», «Япония», «Россия», изящные женские, классические мужские, топовые, молодежные, центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии лечения под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2 этаж. 8-918-3243. Больше 9 тысяч человек проголосовало за присвоение сочинскому аэропорту имени летчика-космонавта. Судя по промежуточным итогам, опубликованным на сайте «Великие имена РФ», за Виталия Севастьянова отдали свои голоса 9268 респондентов, за адмирала Михаила Лазарева 8 438, а за героя Советского Союза, летчицу Евгению Жигуленко 6589 голосов. Голосование продолжится до 30 ноября. Итоги будут озвучены 5 декабря. Голосование проходит на нескольких площадках. Люди голосуют на сайте конкурса «Великие имена России» в социальных сетях, заполняют анкеты на специальных постах волонтеров Победы и на борту самолетов. Звонят на горячую линию по номеру 8 800 707 93 17. В конкурсе принимают участие 47 аэропортов страны. Каждому будет выбрано имя знаменитости, исторически связанного с конкретным аэропортом, городом или регионом. Дополнительные поезда смогут перевести в новогодние праздники более 55 тысяч пассажиров на Северокавказской железной дороге. На период новогодних праздников назначено 24 дополнительных поезда. Они совершат 80 рейсов и смогут перевести пассажиров в наиболее популярные места зимнего отдыха. При этом 15 дополнительных поездов дальнего следования совершат рейсы в Москву из Ростова-на-Дону, Адлера, Минеральных вод, Новороссийско-Грозного, Владикавказа и Нальчика. Также из Ростова-на-Дону в предпраздничные праздничные дни дополнительными составами можно будет отправиться в Адлер, Эмеритинский курорт и Кисловодск. Из Владикавказа назначены дополнительные поезда в Санкт-Петербург, Адлер и Эмеритинский курорт из Новороссийска в Санкт-Петербург, из Краснодара в Эмеритинский курорт. Подробная информация о графике поездов, их движения, а также о стоимости проезда на сайте ОАО РЖД. От темы морской к подарочной. В Сочи начали подготовку к Новому году. До витрины магазинов, кафе, ресторанов украшают новогодними подарками. К слову, нынешняя концепция праздничного оформления будет отличаться от прошлогодней. Как город будет выглядеть в главный зимний праздник, сегодня нашему корреспонденту рассказал директор департамента оформления дизайна городской среды администрации города Сочи Александр Месс. Оформление города будет состоять из рекламных и баннерных продукции, а также на медиаэкранах и фасадах. Мы это начнем с первых числах декабря. Это будет такой классический стиль. Красиво обыгранные ели, красиво обыгранные игрушки. На елках, которые будут стоять вот здесь, на площади флага, будут в основном подарки. У нас будут очень интересные композиции в виде паровозиков, сапог и так далее, и так далее. Все это вы увидите, я надеюсь, в ближайшее время. В этом году это подарочный фонд. Это замена у нас будет по центральным улицам наших перетяжек световых. И много будет интересных фигур, которые будут привлекать молодежь, детей, взрослых непосредственно вот на таких участках. Оформление будет захватывать всю часть города, не только центральную, но и в районах. Ну, будем в основном упор делать на те интересные конструкции, сооружения, которые продумали наши дизайнеры. Пока многие ждут наступления Нового года, православные христиане готовятся к важному религиозному празднику для каждого верующего человека. Это Рождество Христово. И подготовка началась уже сегодня, 28 ноября, первый день строжайшего рождественского поста. В Сочи стартовал открытый городской турнир по фехтованию, посвященный Новому году. Он является традиционным и уже пятый раз проходит на площадке Федерального центра единоборств «Югспорт». Соревнования продлятся по 2 декабря. Сегодня прошел первый соревновательный день. Продолжит Татьяна Говоркова. В ежегодном городском турнире, который проходит в преддверии Нового года, участвуют около 400 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. Большинство шпажистов – воспитанники девятой детско-юношеской спортшколы. Степан Пирогов, например, занимается фехтованием два года и решительно настроен войти в тройку сильнейших. Я уверен, что второе место будет именно мое, потому что здесь очень много достойных соперников. Очень много сильных. Я уверен, что я займу именно второе место. На турнире много и представителей из других регионов страны, а также Луганска и Донецка. И с каждым годом география участников расширяется. Соревнования дают возможность юным фехтовальщикам повысить свое мастерство, выполнить разрядные нормативы и подготовиться к другим стартам. Дети фиктуют до четырех уколов, это групповой этап, и до двенадцати олимпийскую сетку, а во взрослым до пяти и до пятнадцати. Единственное отличие. Все остальное так же, как у взрослых. Эти соревнования являются отборочными на первенстве Краснодарского края. Оно пройдет, вот после соревнований этих мы сразу же отправляемся уже на край. Оно будет проходить с пятого по восьмое декабря. Многие спортсмены не смогут попасть на краевые соревнования по возрасту. В их числе и 12-летний сочинец Арсений Мачалин. Этим спортом он занимается только второй год, но уже успел достичь хороших результатов. На всероссийских соревнованиях, прошедших недавно в Ростове, он стал победителем. И 8 декабря вновь отправится на всероссийский турнир, который пройдет в Курске. Я в Ростове занял первое место. Первые соревнования мои проходили 1 декабря в прошлом году. Мне было очень сложно, как я первый раз фехтовал. И потом вторые соревнования между нами, я занял первое место. Главное здесь надо резкость, быстрота и четкость попадания в электрокурточку. Программа городского турнира, посвященная Новому году, рассчитана на пять дней. Сегодня прошли личные соревнования среди юношей и девушек до 15 лет в сабле и рапире. Завтра командные соревнования по шпаге пройдут 1 и 2 декабря. В Сочи продолжается большой праздник под названием «Неделя самбо», посвященная празднованию 80-летнего юбилея национального вида борьбы. Помимо творческих конкурсов и показательных выступлений в образовательных учреждениях курорта прошел городской турнир среди юношей и девушек, который собрал более 150 атлетов курорта. Поздравить спортсменов пришли юные дзюдоисты, участники пилотного проекта Федерации дзюдо России «Дошкольное дзюдо». Данная программа стартовала в сентябре этого года в Сочи и уже вызвала большой интерес у детей и родителей. Ребята под руководством опытных тренеров продемонстрировали технику, которой овладели буквально за три месяца. В перспективе к проекту присоединятся дети из пяти детских садов курорта. В ходе самого турнира дипломами Всероссийской Федерации самбо были награждены тренеры, внесшие значительный вклад в развитие и популяризацию самбо в России. А спортсменам вручили удостоверения и знаки о присвоении звания мастера спорта России. К слову, в спортивных школах и клубах в Сочи резко увеличилось число занимающихся самбо и дзюдо. Если на начало 2015 года в Сочи этими видами спорта занимались 873 спортсмена, то в 2017 году в Сочи 2018 году это более 3000 детей и подростков. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ